Имя победителя чемпионата областного центра по футболу стало известно за два матча до окончания турнира. Крепко закрученный узел интриги двумя точными ударами разрубили игроки Сибентела. Им в поединке с дублерами ФК Тюмень нужна была только победа. Настроиться на успех несложно, а вот дойти до него куда труднее. Особенно если в соперниках у тебя самая молодая и быстрая команда чемпионата. Поэтому Сибентел справедливо решил сосредоточиться на обороне. При этом мяч у претендента на золото держался не лучшим образом. Одному из самых грозных игроков команды, Дмитрию Зарве, порой приходилось играть ближе к своим воротам, чем к чужим. Впереди тяжело зацепиться за мячом. Тем более там нас с Серегой Кошелем против пятерых защитников играли. Вот поэтому когда начал пониже опускаться, вроде и начали острее играть. Значит, только как в лучшие годы сегодня беговой объем работы провел? Ну, я вам так скажу, здесь намного надо больше бегать, потому что не всегда можно мяч найти. Вот поэтому в поисках мяча надо везде двигаться. Возможность открыть счет Сибентел нашел в конце первого тайма. Пусть и не без помощи оппонента, распустившего руки в своей штрафной. В ключевых матчах судьи обычно стараются обходиться без 11-метровых. Но здесь огрех игрока был очевиден. Парень, не знаю, не допрыгнул до мяча или что, и сыграл вверху рукой. В принципе, ему никто не мешал. Ну, думаю, заслуженный пенальти. У нас задача была забить первыми. В принципе, мы ее сделали. Вторая задача уже не пропустить. Вот, установку тренера выполнили полностью. Пенальти точно исполнил главный голеадор чемпионата Сергей Кошелев. Было понятно, что во втором тайме Сибентелу предстоит обороняться еще интенсивнее. Вот только территориальное преимущество дублеров в игровое не переходило. А все навесы в чужую Сибентелу мужественно прерывал опытнейший Сергей Комарицких. Да, это ключевой защитник. Он на протяжении уже столько лет себе ни в чем не уступает. Он только, наверное, сам собой борется, как защитник в бойцовских качествах. Есть многие другие хорошие футболисты, но он за счет какой-то самоотдачи, даже у него травма была, он пошел, заморозил и доиграл матч до конца. В такой ситуации, куда острие выглядели выпады Сибентела, ловившего соперника на контратаках. И один из них завершился точным ударом Дмитрия Уварова, подкараулившего ошибку защитника. 2-0 тюминское чемпионство берет Сибентел. Они сразу же берут напором, они быстрее наших футболистов. Это тоже смотрелось по матчу. Все, мы это сдержали. И вот, так скажем, случай отблагодарил нас. Забили мячи свои. После второго гола уже поверили победу или только с финальным свиском? Ну, когда забили второй гол, уверенности придавало это все. Оставалось там минут 10. Уже очень даже сильно верилось в это. Серебро по итогам городского чемпионата досталось ТДСК. А бронзовые медали заработал прибой, ранее выигравший Кубок Тюмени.